всем большой привет у нас очень-очень солнечный день нас вообще пошли очень солнечные дни очень жарко я сегодня поливаю и решила немножко прогуляться с вами по своему орхидейному садику и кое-что показать вот смотрите я всегда показываю что у меня здесь вот мы можем видеть что у меня почти всегда здесь одинаковая температура градусик висит на стене и вот у нас окно то вот я вам скажу город на разница на градуснике это такая общая температура воздуха и если положить другой градусник на подоконник колоссальная потому что когда зимой этот мой градусник показывает 2522 на подоконнике надо бывает 15 до и вот сейчас градусник показывает 26 на 26 на все очень терпимо но я вам честно скажу я стою у окна и плеваю и там все за 30 просто пекло и жарева поэтому когда вы заводите место где ваши орхидеи живут вам следует запастись градусником и терпением и положить его скажем так во все места где они у вас есть потому что температура вот здесь да вот здесь и следом на вот этой вот полке абсолютно разные очень разные условия тут вот гораздо прохладнее чем вон там вот и это надо учитывать причем надо еще помнить что чем выше тем теплее это такого-то один нюансик потому что мне говорят как у тебя все время вот круглый год практически одни и те же показатели на этом градусник вот так просто висит он в таком месте так другое что хотел показать это вот я недавно услышала говорят что если вы хотите чтоб корни например у котлей ну и у других орхидей начали ветвиться чтобы как бы увеличить скажем так массу корней в горшке вам надо взять корешочек и сломать его и тогда корешки ваши начнут ветвиться сейчас мы возьмем поставим а то отсвечивает не видно так ребят ну это не так это конечно возможно способ заставить их выветвиться но я бы не сказал что это здоровый способ вот смотрите живой корень на вас смотрит и вон он сам ветвиться и вот ну если вы посмотрите вот раз другой ветвиться вот этот начал ветвиться вот этот начал ветвиться и они все живые у них все хорошо я вас прошу пожалуйста вот этих вот энтузиастов не слушайте умоляю вас не надо бежать и ломать корешки солнышки мои ну вот честно не издевайтесь орха когда хочет ветвить она все сама ветвит если ей это надо она тоже это сделает сама вот кстати вам показала пример где заветвила корни а вот тут вот она не ветвит корни но она их выпустила столько просто страшно она с одной бульбы это вот та моя любимая корнями орха которая из одной бульбы заплела вообще весь в горшок там нет ни одного живого места а вот вторая моя любимка которую я посмотрела где у нее должна быть должно быть направление роста посадила старыми маленькими бульбами в упор тут оставила чуть местечко и на у меня с этой стороны не стала расти хотя вот вот наконец-то я вижу да она и тут начала простить рост она у меня сзади вот смотрите какой классный новый прям упор горшку вот еще один видите она вот сама себе выбрала этот путь никто ее не заставлял там кстати в середине ну-ка вот мой палец вот он верхушечку нового роста упирается снова да она решила так я с ней ничего абсолютно не делала никакая не заставляла это сделать она это делает сама поэтому я вас прошу не издевайтесь над орхидеями вот она растет ей так удобно ну вот вам неудобно вы ее не так посадили вот мне неудобно мне придется пересаживать но я ее лучше пересажу чем я буду отламывать те росты чтобы вот она росла в другую сторону не знаю для меня это не жалко издевательство над нашими классными ребятами так что тут тут у меня вырос вот такой шикарный новый рост лист выше чем на старой бульбе больше чем на 5 сантиметров сейчас неудобно столько листьев вот смотрите так все отсвечивает где мой палец это заканчивается старый лист а вот новый вот и бульба там уже начала наливаться вот мне видно высота бульбы вот здесь то есть она на пару сантиметров выше предыдущий но показать я вам хотела ой солнышко люблю конечно но не дает она поснимать до вынимать сейчас мы вымем я вам покажу там такой классный загар появился это опять таки я в одной группе увидела девочка показывала котлею у нее на котлее не на подоконнике растут вот смотрите да те пятнышки появились и они такие если вам видно на ваших мониторах цветопередача соответствует то они не черные они вишневые такие не бордовые это загар это на котлеях так появляется загар это ничего страшного потому что ей написали что это и какая-то страшная бактериальная гниль там какая-то особенная и какой-то красный грибок все на свете ребята это загар если у вас растет на подоконнике такого не случается это не значит что такого не может быть вот у меня стоит вместе пять пурпурат не на одной пурпурате это не появилась появилась только на самой вот молодой такой бульби с листом а вот на растущих маленьких бульбах просто идет вишневый загар на старых бульбах этот вишневый загар у меня на старых листьях не проявился ни на одном но вот на молодом пошел поэтому если эта девочка меня смотрит пожалуйста не надо ничего делать с той котлее я прошу это правда загар это не какой-то загадочный редкий там не знаю заморский красный гриб который сожрет твою котлею так теперь радость так 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 вот я разорвала чехол в эти дебри не подкрасться вот он смотрите какая прелесть бутошка и это вот такая лилия пурпурата три лабелла господи мой стрята орла там еще есть и чей да вот такая прелесть покупала с рук хорошенькую куртинку будет вот в прошлом году у меня отстояла и в этом зацветет вот посмотрю как цветет так на выпускали у меня тут моя красавица сегодня все падает подождите мне теперь надо нагнуться за биркой так целогина креста то я там погубила у нее несколько цветоносов вот у меня теперь растут вот такие товарищи вот такой вот ничего не видно я вот кстати новичок в креста так я них вроде бы много читала но для меня мне надо вживую у себя увидеть загадка я не различаю цветоносы и новые росты так в тенечек всех тенечек и смотрите какой у меня длинный товарищ вот 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 с этой стороны в общем она вся такими штучками утыкана я думаю что это новые росты все волна что это не цветоносы потому что цветоносы я запорола вот а это уже смотрите это не страшная бактериальная гниль и вот это вот и не грибок и не вирус а вот это с теми листьями она стояла к окну и кстати лист прям упирался в окно это она так сгорела пусть вот это это солнечный ожог ребятки да вот такой странный страшный но это солнечный ожог получается что вот этой стороной она стоит к окну и как раз вот она все и горит буду уже пора притенять у меня аллергия вылезла извините за моё шмыганье но аллергия есть аллергия я от нее никуда не денусь то дальше из прекрасных новостей гуляем все еще цветет я от него в восторге очень долго цветущая девочка это trick-or-treat orange beauty а тут гляньте какая прелесть это я купила валькиринтер я в одном видео говорила что у меня был я себе хочу опять вот он я купила получила у меня дал вот этот новый рост и вот он вымахал очень быстро вон он укореняется и вот уже привет привет бутоны вот они кстати вот тут хочу показать многие еще когда поливают вот я например сейчас поливаю очень солнечно и если попадает на корни вот у меня такого не было никогда вот это получилось первый раз у меня корень сгорел вот у меня был корень на нем был ожог то есть это не спалили удобрения ничего на нем осталась вода прям такая капля воды было и буквально через пару часов он сгорел вот так вот вот такое бывает так еще я по-моему наконец-то нашла подход к моим любимым энцикле да у меня с ними беда так сейчас о волшебным аппаратом учусь пользоваться и они у меня не очень хорошо растут страдают а вот тут вот прям вот такой странной посадкой у меня все-таки получилось у меня блок вставлен в горшок потому что на блоке у меня не пошло в горшке предыдущие у меня тоже не пошли а вот таким вот ой ой робот что-то делаешь так это я борюсь со своей техникой редко не так часто пользуюсь стабилизатором поэтому еще с ним немножко ищем общий язык вот и энцикле для меня были сложными товарищами а вот тут вот при такой посадке дело пошло поэтому хочу я честно говоря очень люблю у меня стандартно наверное как все очень любят цитрину очень любят мари виталина 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 и их гибриды вот очень я люблю конечно вот между ними то если с этой все будет идти дальше хорошо и гладко где-то я буду ждать еще годика два смотреть как она растет то думаю что потом возьмусь возьмусь прикупить себе в такую небольшую коллекцию любимых энциклей так ну тут у меня мои анцепсы растут развиваются корни растят а вот тут хотела показать еще одна пурпура то вытаскивать я ее не смогу мне надо кстати грязное окно фуфу вымотит для этого надо тут все вытащить еще руки не дошли тут у меня два бутона на у меня в прошлом году цвела очень красиво яркая и вот хотела показать у меня все корни ушли в горшок но есть смотрите какой гигант который ищет лучшей жизни все время куда-то растет его тут есть еще два его товарища он еще раз-два они тут путешествуют по всем горшкам и кстати ах он засранец вон он в землю ребята в землю с камушками закапывается к моей ой к моей красу ли так вот аппетитные орхидея пошила пожить в земле так что еще у меня интересного так ух ты ж ехтыш смотрите вчера еще не было за утро сгорели старые листья на пурпурате все пора притянять пора кто бы мог подумать да просто просто сгорели в хлам а новым росту ничего новый рост он растет ему хорошо молодиська чудо камера на он кстати кстати вон и старых и старых пойдемте покажу там не получше видно так провод опять задеваю из старых старых корней он я думала честно говоря что они не очень живые пошли такие замечательные молодые корешки и я тут раскапывала на днях поглядывала как дела обстоят пошли они не только здесь тоже ехтыш докопайся называется ладно не буду мучить в общем не только вот сверху есть еще места где пошли молодые корешочки старых так что вот так вот хочет котлея жить и пока он кстати тоже видно пока новый рост растет он эти беленькая яркая это тоже новый корешок пошел старым так вот ну она лилия для меня это лилия пурпурата наверное для меня навсегда останется лили и хоть ее и переименовали в котлеи я вот стараюсь тоже называть котлеи но вот так вот захочет орхидея жить все она сделает сама без вашей помощи вам главное дать ей на это условия вам главное и поливать кормить понять чего и не хватает что ей нужно и максимально помочь ей выжить так вот ну ребят будем честными кто не хочет выжить тому как не помогай они не выживают так чтобы вас здесь еще показать не ходя на другой балкон все остальные у меня просто растут лунтишка моя тоже красавица растет вам покажу я обожаю лунди несмотря на их такой дурацковатую манеру роста смотрите господи я все я честно говоря в восторге от того как она у меня растет она очень-очень много ростов наращивает в разных направлениях шикарные корни смотрится пока конечно страшно вастенькая еще лысо вастенька но по сравнению с тем какого размера я ее купила она уже увеличилась в три раза и я думаю что еще чуть-чуть она подрастет я хочу ее пересадить и я хочу ее честно говоря я хочу в более низкий горшок на самом деле но это проблематично то что вы знаете с пластиком они есть определенных размеров и на этом все но есть глина глиняные горшки я подумываю пересадить в глиняный горшок но пока проблема в том что они очень-очень большие в диаметре то есть я нашла хорошие по высоте но в диаметре не просто адовые опять-таки подумала что наверное это все-таки не так страшно как они такие большие в диаметре но я немножко переживаю насколько сильно я знаю опять-таки насколько сильно просыхает глина летом и те горшочки они еще и в дырочку то есть ну я боюсь что просто это будет ежедневный полив и когда я уеду просто застрелятся вот про что я вам сейчас еще расскажу так смотрите какая красота это моя целогина целебенсис или суловесий ее еще называют как и у некоторых других подобных целогин мне очень нравится они цветут когда у них растет бульба ну и конечно же когда она формируется они продолжают свести на ней но начинают они смотрите какой маленький ростик там еще бульба не начала формироваться ведь она еще вот растет а уже цветет вот он уже цветочек а вот эта бульба из которой она растет она сформировавшаяся вот я цветонос он до сих пор живой недавно я сняла цветочек вот тут зреет другое у меня зреет еще один рост да какая природа интересная вот казалось бы орхидеи какие они разные одни растут с вызревших бульб другие растут когда еще даже бульбы нету ой растут цветут третьи цветут и до и после и во время четвертым надо чтобы бульба не просто вызрел а потом еще там постоять в покое очень очень крутые растения очень интересные и они вы знаете из серии все время узнаю что-то новое все время надо что-то читать искать просто супер ладно наболтала уже почти на 20 минут буду заканчивать такой небольшая такая прогулочкой серия обо всем и ни о чем по моему балкону всем вам большое спасибо за просмотр всем вам солнечных дней пышных цветений не забываем ставить лайки подписываться на канал писать комментарии если вам что-то интересно заглядывайте ссылки в описании там и в инстаграм и в группа про эквест рис новая дам и страничка моя улиточка searches garden там выкладываю свое и не свое и что-то интересное из мира орхидеи так что заглядывайте буду рада всем и всем большое спасибо за просмотр еще раз солнечные дни еще раз еще раз пышных цветений много раз и пока пока